В связи с нынешней мировой ситуацией и в случае, если блокнут ютубчик, подписывайтесь на мой телеграм-канал. В телеграм-канал я не выкладываю ничего лишнего, только ссылки на мои ролики. И если ютубчик накроется, то вы сможете там найти все мои новые свежайшие ролики. Просто ссылки будут с каких-то других ресурсов, на которые вам не нужно подписываться. Это какой-нибудь ВКонтакте, Рутюб или какой-нибудь другой видеохостинг. Просто вам не придется ходить и искать, а достаточно просто будет перейти в телеграм и посмотреть ролик. Всем спасибо, QR-код на экране, а ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchMaker. А сегодня мы посмотрим, что произошло с нашими запущенными торговыми парами. И посмотрим, что можно запустить еще на наших топовых биржах. Отсортируем монеты по ежедневной прибыльности и посмотрим, что же у нас здесь произошло. Итак, монета ТРА довольно неплохо выстрелила и уже корректируется. И нашего размера сетки хватило даже, чтобы нижняя цена особо не вылетела из канала. Но, тем не менее, такие монеты на пампах я, конечно, рекомендую закрывать. Ждать ее отката на предыдущие уровни и запускать снова. Потому что у этой монеты время от времени такое происходит. То есть она вот вылетает, 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 вылетает и потом корректируется обратно к тем же самым плюс-минус значениям. Тут я уже немного упустил шанс. Я мог закрыть, получается, по максимальному количеству по прибыли бота. Но сейчас вкладка изменения, как вы видите, ниже. Потому что мы дошли до сюда и вот это все падение мы, естественно, выкупали. И если цена немного отрастет вверх, то тогда мы сможем максимально эффективно закрыться. Но так как у меня это бот на демо, то я оставлю прям так, чтобы в случае чего показать вам, что произойдет с монетой, когда она вернется, допустим, вот сюда или ниже. Чтобы вам наглядно показать, почему такие монеты на пампах сверху нужно закрывать. Далее. Биржа Binance монета Voxel. Кстати говоря, теперь я являюсь партнером биржи Binance. И у меня появилась возможность делиться с вами торговыми комиссиями. Также это новый способ попасть в мой VIP чат, то есть зарегистрироваться по моей ссылочке Binance. Раньше такой возможности не было, но теперь она есть. Если вы регистрируетесь по моей ссылочке, то вы получаете 20% торговых комиссий с торговли ботом или с ручной торговли обратно вам на счет в долларах. То есть у вас круглосуточно работает бот, вы платите торговые комиссии, а 20% этих торговых комиссий вам просто будет приходить обратно на счет долларами. Это просто невероятная скидка на самом деле для тех, кто активно торгует ботом. Деньги будут возвращаться в довольно больших количествах. Так что регистрируйтесь по моей ссылочке в описании и не упускайте такую возможность вернуть комиссионные, так сказать, деньги. Монетка Voxel 0.68 в сутки. Довольно неплохой результат. Хорошо идем. Особо-то и сказать нечего. В принципе, можете запускать. Запуск все еще актуален. Настройки я сегодня скину в VIP чат. Торн. Торн произошло небольшое, так сказать, пам-движение, которое немного повысило доходность. Но тут мы видим, что мы как бы немного сжимаемся и, возможно, выстрелим еще разочек. Доходность чуть ниже 0.5% в день. Бот работает уже почти 19 дней. Когда выйдем куда-нибудь примерно к 50$, то сможем максимально эффективно, в случае чего даже закрыть бота. СВРВ монетка немного поднималась вверх, вы видите, было хорошее восходящее движение. Но она работает чуть меньше 6 дней и, в принципе, закрывать ее смысла не было здесь наверху. Тем более, что у нас стратегия правильного запуска отрабатывает. И просто мы еще немного подняли сетку трейлинг капом, естественно. И, как мы видим здесь, мы уже немного вылетели из нашего канала. Вот, и в случае падения цены, если рассматривать эту зону как уровень поддержки, да, то в случае чего придется немного затрейлить, либо подождать, если мы сюда все-таки еще спустимся. Но рост такой довольно плавный. Возможно, мы просто продолжим еще потихонечку расти. В общем, наблюдаем, смотрим. Пока что неплохо торгуется тоже. Но проценты, ребят, сейчас не такие большие, конечно, как были раньше. Раньше можно было спокойненько 1% в день зарабатывать и даже больше. Сейчас так монеты сильно не стреляют. Поэтому доходность 0,5% в день нас уже, в принципе, устраивает. 0,5% или то есть около него. Монетка Boring. Видите, она такими движениями ходит. У нас как раз произошло одно такое движение. Сейчас мы откорректировались. Здесь поторгуемся, либо сходим еще ниже. Ну и потом снова так же. И основная доходность у этой монетки происходит именно на таких движениях. То есть они бывают сильнее, бывают слабее. Поэтому доходность здесь будет плавать. Она может повыситься там до 0,6%. А может, в принципе, упасть и до 0,3%. Допустим, в зависимости от того, как часто будут происходить эти мини-пампы, так сказать. Но здесь мы, как видим, у нас даже по вкладке изменений небольшой минус. Потому что мы поднялись довольно высоко и выкупили все это падение. Но, несмотря на это, мы почти что в середине сетки и у нас всего лишь навсего минус 0,33%. А все благодаря стратегии правильного запуска. Монетка API 3. Как я и говорил, похоже на то, что она развернулась. И, как мы видим, что она развернулась и немного отрастает. 0,4% в день. Работает почти 19 дней. Вот, как мы видим, мы по вкладке изменений даже близки к прибыли бота. И можно, в принципе, при желании довольно неплохо закрыть. Но, в принципе, к концу месяца мы спокойненько можем здесь наколупать 10%. Может, даже немного больше. Если мы пойдем отрастать сюда, то, в принципе, доходность даже будет выше. Метис. Ну, метис также, примерно как мы и ожидали. Он может гулять как раз здесь еще и ниже спуститься. И нас это, в принципе, вполне устраивает. Здесь мы просто пока что наблюдаем. Да, доходность пока что не очень. Но бот запущен всего 5 дней. И почти все эти 5 дней мы просто падаем. Поэтому, собственно, и доходность такая. Потому что мы больше падаем, чем отрастаем. Так что пока тоже просто наблюдаем. Ну и монетка UTK. Монетка UTK у нее сама по себе волатильность сейчас не очень. Поэтому доходность низкая. 18, почти 19 дней. И доходность низкая. Можно ее, конечно, закрыть. Но, так как у меня это демо счет, я не вижу смысла ее закрывать. Пускай работает до конца. Посмотрим, что она нам вообще даст к 30 дню. Это все, что у нас по запущенным монеткам. Давайте посмотрим, что у нас есть, чтобы посмотреть, запустить сейчас. Допустим, пойдемте на биржу Binance. Что это у нас? MBL? Новая какая-то лошадка? Нет. Я бы назвал это Камина пока. Шучу, конечно. Но эта монета нет для сеточного бота. Скоро на ботах BitsGap появятся еще и DCA боты. И DCA отлично подходит именно для вот такой вот стратегии. Запускаете DCA бота. Включаете ему трейлинг. Ждете. То есть ждете падения. Потихонечку усредняетесь. Увеличиваете позицию. А потом просто забираете куш. То есть есть как раз монеты, которые гуляют пампами. И такие монеты лучше всего подходят именно для DCA ботов. Для сеточного бота, естественно, такая монета не подойдет. Трой. Трой как-то запускал я несколько раз. Не нравится совершенно мне, как она ходит. Сейчас она вот, как видите, поджалась. Возможно, выстрелит вверх. Но это тоже не особо удобная монета для сеточного бота. Поэтому пройдем мимо. Здесь тоже не вариант. Santos тоже, к сожалению, нет. Здесь как раз можно, смотрите, отслеживать такие монеты с поджатиями. Поджатиями запускать DCA ботов на них и ждать выстрела вверх. Того же самого. То есть я уже сейчас вам сразу говорю, как можно будет применять в битсгэп тех же самых DCA ботов, чтобы забирать просто какое-то одно движение. АСР. То же самое. Смотрите, какой отличный вариант для DCA. Просто запускаем, потихонечку ждем, усредняемся, усредняемся. Потом выстреливаем, забираем куш. Вот если прям памп резкий-резкий, то благодаря трейлингу мы можем забирать довольно большие проценты. Но это все в теории. Надо смотреть на практике, как будет отрабатывать тот же самый трейлинг тейк профит при таких пампах. Он же в любом случае этот памп с откатами. А у нас при трейлинг тейк профите определенное количество процентов, при достижении которых позиция будет фиксироваться. А без откатного роста его как бы не бывает. И тут насколько нам повезет, насколько вы грамотно настроили именно тейк профит у этого бота с тем же самым трейлингом. OG. OG как-то была у меня запущена эта монетка. Но это было совсем давным-давно. Здесь тоже поджимается, поджимается, поджимается. И тоже ждем куда-то выстрела. Для сеточного бота тоже не подходит. Что же у нас за дела-то за такие? Нету монет для запуска. А вот, кстати, и кандидат. Давайте посмотрим. Лока. Ну, Лока говорит, что хочет вам давать 1% в день, друзья. Давайте посмотрим за последние 7 дней. Да, тут было хорошее такое движение. Поэтому здесь основные проценты вот в этой области и заработаны. Давайте уберем их и посмотрим с 23-го числа. На обычной волатильности довольно низкая доходность. Поэтому даже не знаю. Но попробовать можно. Почему нет? Взять сеточку вот так примерно и запустить. Ну, в принципе, так даже будет доходность, по идее, повыше. Потому что сетка поуже. Да, Лока можно попробовать вот так запустить. Так что давайте мы ее запустим на 2000 долларов. Прямо вот так. Чтобы, естественно, отслеживать. И потом посмотрим те монетки, которые я сказал, что можно запустить. Сколько процентов они нам будут давать. Я считаю, что это будет, так сказать, честно. Другие стратегии. Ну, здесь похоже на то, что мы нащупали дно. Давайте посмотрим, что по доходности. Ну, снова же вот это восходящее движение. На нем заработаны основные проценты, конечно. Но эту монетку тоже попробовать можно. Но запускать ее по стратегии правильного запуска обязательно. Вдруг она дно еще не нащупала. Или биткоин сейчас довольно в опасном, так сказать, положении. В районе там 45 тысяч болтается. Сильное сопротивление. Главное, чтобы его сильно не пролили 1000 на 10 вниз. А такое я, если честно, вариант рассматриваю. Ну, тогда вообще все боты повалятся. И будем посмотреть, что вообще будет с ними происходить. Ну, а этого я бы как-то вот так вот запускал. Давайте и запустим, раз я сказал, что я бы вот так запускал. Также на 2000 долларов. Погнали, посмотрим, что с ним будет. Тоже монетка гуляет такими пампами. И тут, наверное, интересный вопрос. Какая у нее доходность, пока она просто от пампа до пампа гуляет? Потому что на пампе, да, здесь могут показаться довольно большие проценты. Так, давайте трейлинг выключим, чтобы нас не поднимало. И посмотрим, сколько тогда будет доходность. Должна быть высокая, в принципе. Ну, плюс-минус так же. Потому что вот тут деньги не зарабатываются вообще почти никакие. И основная доходность непосредственно на пампах. Я не хочу такую монету запускать. А вы уж решайте сами. Кокос. Похоже на то, что нащупано дно у кокоса. Но он довольно опасный. В нем можно засесть довольно сильно, если будет, собственно, все падать. Так, ладно, думаю, хватит бинанса. Давайте посмотрим Окикс. Потому что я знаю, что многих интересует Окикс. Такс. Окикс. Юэсд. Монетка Ю. А ведь мы ее как-то запускали. Но сейчас оно того не стоит. Видите у нас, что формируется. И оно обычно, конечно, выстреливает вверх такое. Но я тут прям вообще не уверен. Но эта монета, как бы она вообще не для сеточного бота сейчас. Вы посмотрите просто, какие дикие проценты здесь. 400 процентов. Это же с камина просто. Вот. А тут уже момент интересный. Вариант. Но вопрос, нащупано ли дно. Потому что если не нащупано, то монетка, в принципе, только падает. Довольно давно уже. Поэтому ее запускать может быть довольно опасным. Но видите, какая у нее волатильность интересная. Давайте посмотрим на доходность. А, волатильность неинтересная. Это просто, да, скорее всего, неинтересная волатильность. Ну да, за счет вот этого движения основная доходность заработана. А тут, если мы ставим 0.9, то мы, смотрите, мы просто не зарабатываем прям огромное количество. Это просто вот 8 часов без единой сделки. Представляете, да? Так что нет. К сожалению, нет. Си Джи Эс. Тоже глубокое падение у нее. Можно сказать, что похоже на то, что дно нащупано. Но, не знаю. К тому же она пампами гуляет. Такую монетку можно на DCA, допустим, запустить. Но тоже нужно быть аккуратным. Потому что если дно не нащупано, то вы можете остаться в ней надолго. Это тоже нет. Это тоже нет. Монетка АСА. Можно попробовать посмотреть. Но очень маленькая история торгов. А поэтому неизвестно, что от нее ждать можно в дальнейшем. Давайте сейчас просто опустим сеточку для стратегии правильного запуска. И запустим на демо, чтобы посмотреть. Как раз, видите, вот сюда, под этот проливчик, чуть-чуть пониже у нас даже получается сеточка. Так. Так. 56. Можно даже немного уменьшить. Вот так. Берем 2000 долларов. Запускаем на демо. Блин, я запускаю боты и тут ситуация меняется. А, монетка АСА пропала, потому что... Потому что потому. Потому что я ее запустил. Magic. Magic. Похоже на то, что дно нащупано и она немного отросла. Но она может сделать после этого вот такое вот движение и уйти еще ниже. В таких случаях можно посмотреть как бы и фундаментал монеты. Что вообще оно такое и почему возможен рост. Возможно, там какие-нибудь метавселенные запустились, еще что-нибудь. Там, может, землю где-то продавать начали. И цена подросла. Но эту, допустим, если вот так посмотреть, давайте и посмотрим. Может, у нее просто волатильности еще к тому же нет. Где-то полпроцента в день, но ей нужно меньше. Вот так, наверное, ей нужно. Потому что внутри, так сказать, дневная волатильность. Мы где-то не захватываем даже сделки там раз в час нету. Давайте попробуем на 1000 долларов такую запустим. Но спорный вариант. Очень спорный вариант, ребят. Надо последить за ней. Для этого мы, собственно, демо и запускаем. Вы также можете запускать на некоторых монетах демо, чтобы посмотреть за движениями. Куда цена пойдет, правильно ли вы проанализировали. И потом уже запускать. В любом случае, даже если она немного упадет, то ее выгоднее, наверное, будет запустить. Ну, то есть и ниже. Сейчас она довольно высоко, чтобы ее запускать. На самом деле, я говорю, вариант спорный. А вот этот вариант выглядит 0.53 за 4 дня на обычной волатильности. Все на, собственно, памп движений произошло. Вся доходность. На Окиксе довольно много таких монет, которые выстреливают вот такими вот пампами. Ладно, хватит Окикса. Давайте посмотрим Купоин. Запускать, я смотрю, особо нечего. Ну и тут даже если посмотреть, лонг-шорт монеты в основном. На К похоже на то, что дно нащупано. Нащупано, но в процентном соотношении, откуда она падала и где мы сейчас. Это очень опасная монета. Можно на ней потерять, ну, все, что вы в нее вложили, грубо говоря. Там 95% средств, что вы в нее вложили, можно потерять. Так что не вижу особо ничего, что можно... А, ну вот, кстати, в других стратегиях можно посмотреть. Все валится, все валится. Монетка SOS выглядит как на дне, но это прям голимый щиткоин, ребят. Так что тоже не рекомендую. Довольно долгий, наверное, ролик уже получился. Так что давайте на сегодня нам хватит. Пишите в комментариях, какие монеты запускаете вы. Какая доходность вас, так сказать, устраивает. А то, может быть, стоит и смотреть монеты, которые дают там до 10% в месяц и будет нормально. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока. Пока.